МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА О самых ярких событиях уходящего дня расскажут корреспонденты телеканала СТВ. Я Юлия Калашникова. Добрый вечер. Сегодня в выпуске. За четыре дня проголосовал каждый четвертый избиратель. В Беларуси буквально полчаса назад завершилось досрочное голосование на выборах в местные советы. Создание холдингов и повышение качества продукции. В Беларуси подвели предварительные итоги работы Межведомственной комиссии по реформированию аграрной сферы. Сбалансированное питание пенсионеров. Могилевские студенты разработали необычные консервы для пожилых людей. С новинкой познакомилась Ирина Недобоева. В Беларуси завершилось досрочное голосование. Участки по всей стране закрылись буквально полчаса назад. За четыре дня участие в местных выборах уже принял каждый четвертый избиратель. А это свыше миллиона 700 человек. Пока в лидерах Гомельская и Витебская области. Причем по оценкам специалистов в этот раз активность избирателей значительно выше, чем на предыдущих выборах в местные советы. Исключением не стал и сегодняшний день. С самого утра на участки приходят целыми семьями. Свой выбор делают и знаменитые граждане нашей страны. Спортсмены, политики, артисты эстрады и общественные деятели. Так проголосовать досрочно решила Николай Чергенец. Я прекрасно понимаю, что значит депутат. Который будет непосредственно, находясь в лучшие народы, изучать настроение, знать их мнения, советы. И питаться всеми своими правами как депутата. Притворять жизнь в те наказы, которые делают его избиратели. Задача такая стоит перед новым образованным депутатским корпусом. Побольше внимания уделять жителям. Особенно, в первую очередь, тем, кто его избрал. Имя встречаться надо. Не остаются в стороне от избирательной кампании представители духовенства. Так, сегодня свой голос за будущее страны отдал протеерей Федор Повный. Священнослужитель признался. Проголосовать досрочно решил не случайно. В воскресный день проходят традиционные службы. Кроме того, выбрать достойного кандидата – гражданский долг каждого. Для того, чтобы не словами, не возмущениями и фразами мы могли формировать свою жизнь, а реальным делом мы должны сказать свое слово. И у нас у каждого в этот день есть такая возможность сказать это слово. Для того, чтобы люди, которые готовы где-то пожертвовать своим каким-то личным в служении всем нам, могли быть достойно выбраны. Веселая музыка, танцы, выступления артистов и угощения. По-настоящему праздничная атмосфера царила сегодня в советском районе Минска. Там с размахом отмечали сразу два события. 76 лет со дня образования этой территориальной единицы. Ну и, конечно же, выборы в местные советы. Сегодня находится порядка полторы тысячи здесь людей. Это студенты, педагоги, жители района, предприятия. Они выражают свою солидарность с теми, кто уже пришел на досрочное голосование. И с теми, кто завтра придет и выразит свое мнение. Хочется, чтобы в нашей стране все-таки кто-то стоял за народом, кому можно было поручить свое мнение. Мне кажется, это важно для каждого, кого выберут. Потому что это, наверное, первый человек в местный совет. Это первый человек, который самый близкий к власти. Очень, очень, очень важно всем высказать свое мнение, отнестись к этому серьезно. Хочется призвать наш белорусский народ к миру, созиданию. Голосовать будем обязательно. Это очень важно. Выбрать хороших людей для того, чтобы руководили нашим государством. Чтобы жизнь наша была прекрасной и замечательной. Все на выборы! Завтра, 23 марта, в основной день выборов, участки по всей стране откроются в 8 утра и будут работать до 8 вечера. Напомню, для того, чтобы получить бюллетень, при себе необходимо иметь паспорт, служебное, пенсионное, либо водительское удостоверение, военный или студенческий билет. На всех избирательных участках будет царить по-настоящему праздничная атмосфера. Буфеты с изобилием продуктов, большими скидками и, конечно же, концерты. Настроение, без сомнения, поднимет и погода. Завтра в Беларуси будет не по-мартовски тепло. Создание холдингов и повышение качества продукции. В Беларуси подвели предварительные итоги работы Межведомственной комиссии по реформированию аграрной сферы. Изменения коснутся нормативной базы. Крупное сельхозобъединение получит значительные финансовые льготы. Разрабатываются меры по выходу отрасли из кредиторской задолженности. В частности, планируют повысить эффективность использования каждого гектара и пересмотреть зарплату на селе. Она будет поэтапно повышаться. Кроме того, в ближайшие годы специалисты намерены не только увеличить экспорт сельхозпродукции до 7 миллиардов долларов, но и выйти на новые рынки. Выработаны 10 документов, которые будут лежать именно в основе материализации всех наших программ по финансовому оздоровлению агропромышленного комплекса. Вложено немало финансового средства. За 2013 год мы имеем значительный пророст в объеме 116% в 2012 году. По природованию валюты в нашу страну, с учетом вложенных денег, с учетом перехода на новые формы содержания, новые формы хозяйственной, Республика Беларусь, безусловно, приобретет новые, по крайней мере, позиции в своем экономическом подъеме. Сложная обстановка сохраняется в Украине. В Донецке проходит митинг, участники которого требуют проведения в области референдума. Манифестация мирная, безопасность обеспечивают несколько десятков милиционеров. Подобное мероприятие проходит и в Харькове. Митингующие собрались на центральной площади города. Тем временем в Киеве экстремистская группировка «Правый сектор» официально стала политической партией с аналогичным названием. В ее состав вошли и другие националистические группировки, разделяющие взгляды правого сектора. Китайские эксперты обнаружили предположительные обломки пропавшего малайзийского лайнера. Об этом свидетельствуют фотографии, сделанные спутником КНР. Напомню, всего несколько дней назад подобные сведения поступали от австралийских спасателей. Их спутник также зафиксировал объекты, которые вполне могли оказаться фрагментами Боинга-777. Однако информация не подтвердилась. Авиалайнер, летевший из Куала-Лумпур в Пекин, пропал с радаров в ночь на 8 марта. На борту самолета находилось 239 человек. В поисково-спасательной операции участвуют специалисты из 20 стран. В бразильске Рио-де-Жанейро введут войска. Об этом заявило правительство страны. Такое решение связано с напряженной ситуацией в фавелах, в самых бедных районах города. Только в четверг неизвестные напали на три полицейских участка, расположенных в трущобах. При этом преступники, атаковавшие ночью, полностью обесточили район, чтобы действовать под подкровом темноты. Трое полицейских пострадали. А с начала этого года от рук заумышленников в фавелах погибли уже четыре стражепорядка. Ранее в эти районы были направлены дополнительно около 300 сотрудников службы безопасности. На практике такого подкрепления оказалось недостаточно. Растет число жертв крупной дорожной аварии, произошедшей на юге Пакистана. В результате ДТП, по последним данным, погибли 35 человек. Медики не исключают, что количество погибших может возрасти. Еще около трех десятков местных жителей получили травмы различной степени тяжести. По неизвестной причине водитель бензовоза не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Машина протаранила два пассажирских автобуса. По сообщениям очевидцев, после столкновения начался сильный пожар. Из-за аварии движение по шоссе перекрыто, обстоятельства трагедии выясняются. Настоящая драма разыгралась в городском автобусе в американском Нью-Йорке. Началось все с ссоры подростков, которые громко спорили и даже кричали. В один момент 14-летний участник конфликта выхватил из кармана пистолет и выстрелил. Случайной жертвой совсем не детских разборок стал 39-летний доминиканец. Пуля попала ему в затылок. Мужчина скончался по дороге в больницу. Стрелявший подросток попытался скрыться, однако полиция задержала злоумышленника, а ему предъявлены обвинения. Остается только выяснить, где несовершеннолетний американец взял пистолет. Отмечив США, оружие в открытом доступе, практически любой желающий может купить его в специальных магазинах. Ольга Коршун, телекомпания СТВ. День памяти сегодня в Хатыни. Именно 22 марта 1943 года были сожжены жители этой белорусской деревни. Среди 149 погибших 75 детей. В мемориальный комплекс по традиции приехали представители фонда мира, местных властей, ветераны и школьники, чтобы еще раз вспомнить жертв нацизма и самые трагические дни в истории Великой Отечественной. В Беларуси было сожжено более 9 тысяч сел и деревень. 600 из них уничтожены вместе с жителями. А это уже современное орудие массового поражения. Медики и правоохранители бьют тревогу. Курительные смеси, спайсы, марки. Разновидность последних – это кислый дьявол. С начала года унес 7 жизней. По своим последствиям синтетические наркотики даже опаснее натуральных аналогов. Татьяна Ревизори продолжит. Паше 22 недели назад его жизнь могла оборваться. В реанимацию он попал после употребления так называемых марок. Их молодой человек заказал с приятелями через интернет. Кстати, Паша не скрывает, впервые синтетические наркотики попробовал два года назад. Старался держаться, но раз в месяц стабильно срыв. Последний действительно мог стать последним событием в его жизни. Я не предполагал, что вышло нормально. Потом просто у меня как будто крыша поехала. Я половину вечера не помню. В токсикологическое отделение Минской больницы скорой помощи молодого человека доставили правоохранители. Такие пациенты, как наш герой, здесь не редкость. В среднем около 70 случаев в месяц. Как правило, это молодые люди до 25 лет. Подавляющее большинство – мужчины. Кстати, каждая вторая история болезни содержит рапорт милиции и идентичный диагноз – острый психоз. Как правило, это чувство страха. Им якобы кто-то угрожает. Понятно, что если человек с отравлением курительной смесью в психозе и поступил к нам, то в первую очередь мы его фиксируем для того, чтобы защитить его от самого себя и защитить медперсонал. Больным ставится капельница, проводится инфузионная терапия, при необходимости вводятся седативные препараты. Приступ паники нередко приводит к попытке суицида. А укнется употребление наркотика может и потом. Среди последствий – рак губы и слизистые оболочки рта. Но урушение репродуктивной системы. Впрочем, в первую очередь психотропы разрушают функции мозга. Человек, даже если его удастся спасти, рискует превратиться в растение. Восемь раз чаще при выходе из психоза дети выходят на шизофрению. Девочки, в общем, нередки в случае употреблявшие психоактивные вещества, те же курительные смеси, дизайнерские наркотики, рождают мертвого плода или у детей диагностируют лейкозы. Курительные смеси, спайсы, марки. Вопреки рекламе они изготавливаются кустарным способом. Непонятный состав, непонятная дозировка. Это своего рода русская рулетка. Выстрелить может уже с первого раза. Кто-то сходит с ума, кто-то выходит в окно, а кого-то уже не откачают. Статистика по Минску с начала года. Семеро молодых людей умерли после употребления марк с изображением на ней красного дьявола. По факту смерти проводились проверки. Одновременно при получении информации о том, что достоверность информации, хотя бы свидетельских показаний, но достоверность описания этих всех ситуаций, мы возбуждали уголовные дела по фактам сбыта психотропных веществ. И я думаю, что мы дадим правовую оценку действиям лиц в части причинения, возможно, и смерти по неосторожности. После сильнейшей интоксикации Паша потерял 10 килограммов. Впрочем, реабилитация уже дает результат. Парень хвастается хорошим аппетитом и личным достижением. Бросил курить. Паша надеется, что в конце недели его выпишут. Уж очень хочется домой. Дальше работа с психологом. Но главная работа над собой началась. Стыдно перед родителем. За то, что я их так подвел, можно сказать. Хочу как-то завязать с этим всем. Татьяна Ревизория, Алексей Мартиненок, Сергей Капустиный, Алексей Юнош, телекомпания СТВ. Еще чище и краше. Череда весенних субботников продолжается в Беларуси. Сегодня потрудиться на благо родного города решили сотрудники одного из столичных универмагов. Они привели в порядок прилегающую территорию. Убрали сухую траву и подмели дорожки. К слову, помогать коммунальщикам уже стала доброй традицией. Тысячи белорусов каждую весну выходят по субботам на улицы, чтобы убрать парки и зоны отдыха. Как завсёдно пошли зимовые спячки, весь народ пробуджается от доброго надворья. Ну и мы сегодня вот тут собрались для того, чтобы сделать новокольное больше чистым, больше пригожим. И працуем за довольнением надворья, сприяя этому. Соненька усмехается. Всегда по городу проводятся месячники уборки, обычно ранней весной и поздней осенью. Вот сегодня мы досрочно проявили инициативу, чтобы навести все же порядок. Чтобы было возле нашего универмага чисто и хорошо. Новые правила приёма в ВУЗы. Внедрить их уже в предстоящую вступительную кампанию в Белорусской сельхозакадемии глава государства поручил новому ректору. На минувшей неделе президент назначил на эту должность Паула Соскевича. Целевой приём студентов планируют увеличить до 60%. Причём на эти места смогут претендовать как сельские, так и городские абитуриенты. Ирина Недобоева встретилась с руководителем и студентами Горецкой сельхозакадемии. Я с детства знаком с техникой. Мне отец показывал трактор, сделали с ним машины. Евгений Печенек – один из большинства студентов сельхозакадемии, кто пришёл сюда учиться, уже имея представление о том, что такое работа на земле. Только если в поле с отцом он просто катался на тракторе, то уже в ВУЗе он до мельчайших деталей изучает всю сельхозтехнику. Серьёзный практический опыт без отрыва от учёбы. Таким подходом к подготовке будущих специалистов агропромышленного комплекса страны Академия может гордиться по праву. В последнее время уделяется огромное влияние страны государства по качественной практической подготовке специалистов. В Академии этому уделяется особое внимание. И на примеры нашей кафедры можно посмотреть, как студенты теоретические знания реализуют практическую подготовку. Будущие зоотехники, к примеру, оттачивают свои навыки прямо на собственной научной ферме. А при кафедре их теологии и рыболовства создан уникальный, даже в узыских масштабах всего постсоветского пространства, рыбокомплекс. При нашей кафедре был построен один из самых современных рыбоводных индустриальных комплексов, которые позволяют не только теоретически подойти к решению того или иного вопроса, но и студентам на практике освоить какие-то технологические элементы, которые позволят им, как будущим специалистам рыбного хозяйства, соответственно, прийти уже в хозяйство, имея какой-то опыт. На 16 факультетах обучается около 15 тысяч студентов. Среди них свыше 700 иностранные граждане. В нашу страну получать высшее сельскохозяйственное образование приезжают молодые люди из России, Украины, Туркменистана, Азербайджана, Сирии и даже Германии и Китая. Мы очень довольны, что белые студают хорошее образование. При всех очевидных плюсах обучения сельхозакадемия ежегодно ощущает недобор студентов. По некоторым специальностям эта цифра порой достигает 50%. Основную проблему преподаватели видят в необоснованно завышенном проходном вступительном бале и малом проценте набора целевиков. В настоящее время практически по таким специальностям, как агрономия, зоотехния, инженера сельскохозяйственного производства есть вакансии. То есть эти специальности востребованы. И только за счет правильного подхода, то, что говорилось на совещании главой государства, мы можем набрать более подготовленных абитуриентов и с его числа готовить хороших специалистов. Утвержденную главой государства новую редакцию правил приема в ВУЗы и СУЗы применят на практике уже через несколько месяцев. В сельхозакадемии, к примеру, это будет непосредственно контролировать уже новый ректор Павел Соскевич. Ирина Недобоева, Сергей Вишневский, телекомпания СТВ, Могилевская область. В Горках завершились республиканские соревнования среди детей и подростков по хоккею на призы президента Беларуси в старшей возрастной группе. Победителем золотой шайбы стала команда «Сокол» Могилевской области. Она обыграла Брестского олимпийца, счет 5-2. Третье место у гомельского «Спартака». Напомню, за звание победителя турнира боролись любительские команды, которые стали финалистами отборочных туров. Все мальчишки не только проявили настоящий мужской характер и силу воли, но и набрались хоккейного мастерства. На этом у меня все. Приятных вам выходных. Оставайтесь на СТВ.